У меня... Ну, это, конечно, как подготовка к трапезе Господней. Называется она пассивная эвтаназия или активная евхаристия. Меня в Казахстане упрекали, что я иногда сложно выражаюсь, потому что в моей жизни были академики, профессора, мои преподаватели практически все были евреями на академическом уровне. Не заканчивал я академию, как духовную, так и медицинскую академию в Казахстане. Но, общаясь с профессорами-академиками, я лично понял когда-то, что просто и по сей день это происходит, что звание себе можно купить, диссертацию можно купить, ничего не знать можно, и быть профессором, и академиком. Но чем отличается хороший академик от плохого академика, который просто называется? Вот плохой академик, он будет выражаться такими очень сложными научными терминами, делать все возможное, чтобы его, ну так, никто не понял, чтобы люди просто подумали, что он очень умный, раз используется так много терминологии. Ну, на самом деле, это идет такая шифровка, завуалирование своих незнаний, на самом деле. На самом деле, умный профессор будет изъясняться простым языком, чтобы его все поняли, чтобы это было доступно для всех. Поэтому я в своих проповедях, если я раньше использовал какую-то терминологию, я ее расшифровывал, а потом вот, когда я прибыл в Болгарию, здесь я, как бы, надеюсь, довел свои проповеди до того, что мой язык стал таким, моя цель, чтобы проповедь была доступна для всех. Ну, то есть я говорю простым языком, без терминологии. Но сегодня исключение, я расшифрую эти понятия, что такое пассивная эвтаназия. Но я думаю, что про эвтаназию, наверное, все слышали. Есть активная эвтаназия, есть пассивная эвтаназия. Сегодня у меня будет недлинная проповедь. Эвтаназия в переводе с греческого языка. Греческое слово «эв» – «хорошо», а «танус» или «танатус» – «таназия» – «смерть». И можно перевести как «хорошая смерть» или «благая смерть» или «смерть во благо». Активная эвтаназия, ну, так как я работал в реанимации, у нас был такой опыт, когда, например, человек длительно время находится в коматозном состоянии, в коме, и он оттуда уже несколько лет не выходит или несколько месяцев, и мы понимаем, что он оттуда уже и не выйдет, скорее всего, потому что уже истощены сердечно-сосудистые системы, легочная система, уже все высохло у него, длительно время находится на искусственной аппарате, искусственной вентиляции легких. И когда все уже устают, ну, имеется в виду родственники, конечно, и они говорят о том, что, ну, наверное, мы согласимся на активную эвтаназию, ну, которая у нас в Казахстане и в России в те времена была запрещена, а была разрешена именно пассивная эвтаназия. Пассивная эвтаназия – это буквально, когда с разрешения родственников отключается прибор искусственной вентиляции легких. То есть, ну, или это может быть прямой массаж сердца, с помощью которого поддерживается жизнедеятельность организма, и человек через какое-то время, естественно, умирает. В принципе, это убийство. И поэтому, конечно, отношение к этому, оно такое неоднозначное. Во многих странах, в большинстве стран эвтаназия запрещена. В некоторых странах, и здесь лидирует почему-то Швейцария, и я совсем недавно узнал, что на сегодняшний день становится все популярнее, суицидальный туризм. Что такое суицидальный туризм? В Цюрих, в Швейцарию люди едут, чтобы покончить жизнь с самоубийством, потому что эвтаназия там легализирована, разрешена. Человек приезжает туда, платит хорошие деньги, ему вводится укол, препараты, которые несовместимы с жизнью, и человек умирает. Он перед этим пишет определенное такое завещание. Тело человека сжигают в крематоре, и потом родственникам отдаётся коробочка. На сегодняшний день эти коробочек, ну, так, было какое-то расследование, обнаружило в комнате около 60 коробочек сожжённых тел, которые когда-то просто не захотели себя объявлять, просто приехали, покончили жизнь самоубийством, и эти коробочки там по-седине лежат, никому не нужны. Эта активная эвтаназия очень развита, конечно, в гинекологии, в акушерстве. Я смотрел одну передачу на Ютубе, где очень опытный акушер-гинеколог, он делится, это было его покаяние, это было его исповедание, ну, вот он мучился всю жизнь, то есть ему приходилось делать аборты, плодоразрушающие. Ну, я думаю, что, ну, вы меня понимаете, о чём идёт речь. На поздних сроках беременности по желанию мамы или родственников, или кто-то давил, платил деньги, и он делал плодоразрешающие праздники. Ну, то есть он прекрасно понимал, что он убивает этих младенцев, и просто вот так кромсает их в матки, и потом их просто оттуда выводит. Вот такой кюртаж, так называемый, просто совесть его на какой-то момент она просто сломалась. Он начинает мучиться, он приходит к Богу, приходит в церковь, ему говорят о том, что это большой грех, что вы делаете большое преступление, он кается и перестаёт это делать, потому что человек понимает о том, что он лишает жизни человеческих существа. И, конечно же, заниматься активной эвтаназией – это очень мучительно, то есть любой человек понимает, что он убивает другого человека, когда вводит какой-то препарат, поэтому была выдумана пассивная эвтаназия. Что такое пассивная эвтаназия? Пассивная эвтаназия – это когда врачи не хотят брать на себя ответственность. Ну, то есть вместо того, чтобы мне вводить препарат, был придуман такой агрегат, приборчик, и там нужно только нажать кнопку. Кнопку нажимают, через какое-то время срабатывает аппаратура, начинает вводиться препарат, но всё это делает машина, робот. Кто нажмёт на кнопку? Нажмёт на кнопку, ну, врач, я умываю руки, да, как вот, ну, на сценку показывали. И на кнопку нажмёт или родственник, который соглашается о том, что, ну, всё, я согласен, потому что болезнь мучительная, ну, здесь понять можно в какой-то степени, потому что я работал в онкологии, в онкологическом диспансере. Рак, вот, самые страшные операции, там, на лёгких, я смотрел, как, ну, там, например, язык удалили, рак языка, да, ну, такие, рак прямой кишки сопровождается страшными болями, которые не купируются, не удаляются даже наркотическими анальгетиками. Люди страдают, мучаются, они устают от боли и говорят, лучше убейте меня, я больше не хочу жить. Врач не хочет брать ответственность, родственники соглашаются. Кто нажмёт кнопку? Больной говорит, я сам нажму. Вы только дайте мне этот аппарат, агрегат. Он пишет завещание, он пишет контракт, договор, и потом ему всё это приносят, вот так ставят, говорит, вот эта кнопка, уходят все. Он нажимает кнопку и поканчивает жизнь самоубийством. Лёгкая смерть, вводится препарат, человек просто засыпает и как, ну, больше не просыпается. Ну, так же усыпляются и животные, да. Это пассивная эвтаназия. Я сегодня хотел бы, знаете, проговорить про более изощрённые такие методы, которые на сегодняшний день существуют. Ну, я этим вопросом задался, когда столкнулся с тем, что ко мне, ну, так начали обращаться люди, помогите нам бросить курить, потому что сейчас это такая становится тотальная проблема. Я начал изучать этот вопрос, так более тщательно углубился, внедрился, узнал, что по всему миру уже возникло нескольких таких разбирательств, расследовали скандалов с тем, что выяснилось, что в сигаретах уже нет никотина, да. Я уже потом частично говорил, что сигареты делают из мусора, из простейшей элементарной химии. Там нет никакого табака. То есть это уже не никотин, это уже сплошная химия. И более того, туда добавляются оплённые такие канцерогены, допинги, которые вызывают довольно быструю зависимость, и человек умирает от побочных эффектов, и, как правило, уже это не от рака лёгочной системы, человек умирает от каких-то оплённых таких сердечных катастроф. Эти канцерогены, эти препараты, эти допинги, эта химия, она действует очень пагубно и довольно быстро на лёгочную систему и на сердечно-сосудистую систему. Я был очень удивлён, когда, на самом деле, то есть если вы помните, да, раньше на сигаретах писали, то есть, ну, там, например, кто-то покупает сигарету или там сигарет лежат, упаковка на земле, я так смотрю, ну, там раньше, например, ну, болгарские сигареты, ну, прекрасно, мы знали там во время Советского Союза, БТР, Адопе, да, ну, просто вот идёшь, упаковка лежит, ну, там подбираешь её, так смотришь, там, мелкими буквами там было написано, да, Минздрав предупреждает, там еле-еле можно прочитать, то есть вот это предупреждение, оно было, ну, так, замаскировано, чтобы никто не понял, ну, что на самом деле это вредно. Сегодня я иду, например, ну, везде валяются вот эти упаковки и смотрю, что очень ярко рекламируется о том, что курение убивает, вызывает рак, вызывает рак того-то, 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 что, ну, дети умирают от пассивного курения. Фотографии такие на упаковках, яркие, сочные, где показывают, что человек умирает в страшных муках, скорченное такое, ну, там, от рака, там, и так далее, и то подобное. То есть это уже не скрывается, я понимаю, что здесь что-то не то. Ну, то есть мне когда-то приходилось изучать, как врачу, нейролингвистическое программирование, которое когда-то было запрещено, а сегодня его используют везде. Я изучал это для того, чтобы не быть пойманным в эту ловушку, потому что НЛП – это искусство манипуляции, искусство, ну, там, знаменитый 25-й кадр, когда пускают на большой скорости пленку и 25-й кадр рекламирует Кока-Колу, например. Да, человек хочет, не хочет, идет и покупает эту Кока-Колу. Ну, мы все это помним, да, но сегодня, на сегодняшний день используются наиболее такие изощренные методы нейролингвистического программирования, когда ты… и смотрите, что делается. С человеком просто составляется определенный такой договор. Человек идет в магазин, покупает упаковку сигарет, на упаковке сигарет он видит о том, что это убивает, это яд, это отрава, там, показывается, от чего он умрет, от рака или там от сердечной какой-то катастрофы. Человек соглашается, он согласен, он говорит, да, я все прекрасно понимаю. Он покупает эту упаковку. Что происходит? С человеком составляется договор. То есть, я вам сегодня объясняю, что такое пассивная эвтаназия. Человек соглашается, что он идет на верную смерть, и он подписывает договор такой устный о том, что я сам это делаю, никто меня не заставляет. Я говорил о том, что сегодня запущены по всему миру программы контроля населения. То есть, людей целенаправленно убивают на сегодняшний день. Ну, просто идет ограничение. То есть, умрешь, но умрешь, да, больше кислорода будет. Но государство не хочет, или система, которая управляет этим миром, не хочет брать на себя эту ответственность. Человек, ты сам выбираешь. Возьми выбор на себя. Человек покупает, берет выбор на себя. Он подписывает буквально, устно подписывает договор о том, что я согласен. Я согласен умереть от вот этой сигареты. Я делаю это добровольно. Никто не виноват, только я виноват. Что это? Я хотел сказать сегодня вам четко и ясно, что это метод пассивной эвтаназии, пассивного самоубийства. То есть, человек подписывает договор, и через какое-то время погибает или от сердечной катастрофы, или непосредственно от онкологии. Я не хочу сегодня об этом долго говорить, потому что это такая нехорошая тема. Я хочу сразу перейти к активной Евхаристии. Что такое Евхаристия? Это тоже с греческого языка Евхаристия переводится как причастие. Быть причастным чему-то благому, чему-то хорошему. Быть причастными телом нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие очень четко, неоднозначно говорит нам, как быть причастниками божественной сестра, как стать. И вы знаете, на сегодняшний день тоже есть два причастия, две Евхаристии. Есть пассивная Евхаристия, есть активная Евхаристия. Что такое пассивная Евхаристия? Пассивная Евхаристия или пассивное причастие, это когда в церкви, во многих церквях, во многих целых динаминациях, сегодня народ учит так. На сегодняшний день в церкви существует два обряда, которые имеют колоссальное значение. Это водное крещение и это Евхаристия, это причастие. Вы должны приходить в церковь, ну, там, например, раз в месяц, или раз в три месяца, или раз в год на вот такую Евхаристию, принимать от тела Господня, от крови Господней, и при этом вам дарована абсолютно полная гарантия спасения. То есть вы, если приняли водное крещение и принимаете периодически Евхаристию, вы автоматически, стопроцентно гарантированно, что вы спасены. Это пассивная Евхаристия. Но вы знаете, здесь есть одна такая заковыка, ну, противоречие. Можно так подумать о том, что вот мне достаточно, вот я принял водное крещение, и теперь вот, ну, там раз в год или раз в три месяца я буду приходить в церковь и принимать причастие, и я буду спасен. И мне пастор обещал, что я буду навечно спасен, вот, и пойду в небесный Иерусалим. Я бы хотел сегодня открыть такое место, чтобы не быть голословным. Давайте мы сперва откроем в подтверждение первой моей части посланий Иакова, первая глава. Несколько мест я прочитаю сегодня. С 12 стиха. Апостол Яков пишет. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается сам, но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Смотрите, это место говорит о том, что Бог никого не искушает. В другом месте написано, что никто не говорит, что дьявол меня искушает, потому что каждый в первую очередь искушается сам. То есть выбор человека лежит на самом человеке. Каждый искушается сам, обращаясь собственной похотью. Похоть – это сильное желание плоти, это огромное человеческое эго, которое говорит о том, что я буду делать так, как я хочу. Никто мне не указ. Ни Бог, ни дьявол. Я сам себе Бог. Это искушение в Едемском саду, когда дьявол сказал, нет, не умрете. Но в тот день, в который вы вкусите от дерева познания добра и зла, откроются ваши глаза, и вы будете как боги. Дьявол на самом деле купил, обманул человека. Сегодня человек думает, что он сам себе Бог, но это как раз таки в этот момент. Похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех, сделанный порог, такая зависимость от греха, рождает смерть. То есть в жизнь человека входит смерть, и он, как можно сказать, совершается пассивная эвтаназия. Еще одно место, которое сегодня я хочу прочитать на эту тему. Второй свидетель. также привести. И это написано в послании к евреям. Десятая глава с девятнадцатого стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, смотрите, какое значение имеет разорванная плоть Иисус Христа. В тот момент, когда плоть разорвалась, завеса в храме была разорвана сверху донизу, что говорит о том, что сам Бог ее самолично разорвал и открыл доступ. «Восвятая святых, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести». Каким краплением? Крапиться обычно кровью. Только кровью можно окрапить что-то. И крапление крови Иисуса Христа, этого святого непорочного агонца, мы очищаем сердца наши от порочной совести. «И а мы в тело водой чистой будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, дорвая к делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим». Что значит произвольно грешим? Грех произвола, о том, что хочу и грешу, и сознательно совершаем какие-то грехи, то не остается более жертва за грехи. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня». Что означает сознательный грех? Когда человек, зная о том, что это ведет к смерти, он продолжает совершать таковой грех. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который священ, и Духа благодати оскорбляет». Что значит оскорбление? Когда мы оскорбляем Духа Святого, когда мы произвольно грешим, когда мы сознательно грешим, мы и потом идем на трапезу Господню и принимаем причастие. Этим самым мы оскорбляем тело Господне и оскорбляем Духа благодати, которым мы запечатлены. И вот это второе место также говорит о том, что человек, который продолжает делать сознательный грех, он занимается пассивной эвтаназией. То есть он включил, нажал на кнопку, и этот агрегат уже постепенно начал медленно водить яд в его жизнь, и душа его обречена на смерть, если он, конечно, не покается. Другие два места, которые я сегодня хочу прочитать, это уже, конечно, об активной Евхаристии. Я хотел открыть сегодня первое место, которое написано в Первом Послании к Оринфянам в 11 главе. Апостол Павел пишет. Знаменитое место, которое читается практически всегда во всех церквях на трапезу Господню. С 23 стиха 11 глава Первого Послания к Оринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взяв хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите и едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей. И сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови». Новый завет. Договор. Двухсторонний договор, который в основном обеспечен со стороны Бога абсолютно всем. Той невероятной благодати, которую Он нас просто окружил, и той безграничной любовью, которую Он любит нас. «Сие творите, как только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе Он придет». Посему кто будет есть хлеб сии или пить чашу Господню недостойно, ну то есть будучи во грехе, будучи в пороке, будучи в сознательном таком действовании принятии от духа смерти, «Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Что значит «испытывает»? Посмотреть на свое сердце. «Если сердце обличает меня, то не тем ли паче Бог, который больше, чем мое сердце, говорит Священное Писание, покается и пообещает Богу Господь, я к этому греху больше не вернусь. Пожалуйста, твоей силой, по твоей призабилующей благодати, ты мне обещал, что когда придет искушение, ты всегда мне дашь силу Святого Духа, чтобы я мог превозмочь». И послание к филиппистам говорит о том, что это очень мощная защита. Если приходит какое-то давление, искушение, соблазн, открывайте свои желания. Открывайте. Самая лучшая защита – это не закрыться, не замкнуться, не спрятаться и не попытаться устоять своими силами против греха. Открыться перед Богом. Потому что Библия говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, противостаньте дьяволу, и что он сделает? Убежит. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, устроит ваше помышление. В ком? Во Христе Иисусе. Слышите, какая победа? Моя задача, моя победа только во Христе Иисусе – открыться перед Ним вовремя. Когда только мысль пришла. Господь, у меня мысль. Мне хочется поднять вот эту сигарету и закурить. Ну, просто так. Никто не увидит. Куда-нибудь в комнату закрыться. Мне хочется просто выпить с друзьями. Ну, что в этом плохого? Мне хочется, вот девушка красивая, познакомиться там поближе. Ну, что тут… И вот идет вот какое-то вот такое самооправдание, соблазн. И уже кто пожил на этой земле, знает, что сопротивляться самому лично бесполезно. Если человек с сигаретой на сегодня день справиться не может. Слышите меня? С сигаретой. С химией вот этой. С химической таблеткой. Открывай свои желания. Я знаю, вот само лично просто, на самом деле, это мой личный опыт. Я знаю, что это работает всегда. Пришла мысль, я открываю, Господь. Пришло желание. Я знаю, что это моя похоть, это мое желание. Мне так захотелось. Я так захотел. Но я не хочу этого делать. Пожалуйста, помоги мне, Иисус. У тебя есть сила, у тебя есть благодать. Ты не хочешь, чтобы… Потому что все мне позволительно написано, да? Апостол Павел пишет. Но ничто не должно обладать мной. Я хочу быть твоим рабом. Я не хочу быть рабом греха. Освободи меня прямо сейчас. И мир Божий тут же приходит в твое сердце, и приходит благодать, которая позволяет тебе справиться. Слышите меня? Это да и аминь. Справиться с любым искушением, с любым соблазном, с самим дьяволом. Слышите меня? Дьявол не стражен, когда в твоем сердце Иисус Христос господствует, владычествует своим миром, своей безграничной любовью. Скажите кто-нибудь аминь. Если вы согласны, потому что это очень важно. Пусть Бог нас сегодня обильно благословит через эту активную Евхаристию, но сегодня я еще не закончил. Вот именно об активной Евхаристии. Давайте мы прочитаем. Вы знаете, нет никакого смысла практически уповать на то, вы знаете, это даже может превратиться во что-то оккультное, магическое. Люди, я могу так сказать, что в некоторых церквях люди реально думают, что если они периодически будут приходить в церковь, во грехе, там в блуде, в алкогольной, наркотической зависимости и причащаться, то Бог будет очищать их, и они будут иметь шанс на спасение, будут продолжать грешить во грехе, и все будет нормально, потому что Бог мне обещал через причастие, что я буду причастным. Слышите, это какая ложь, какой обман. Я хочу сегодня сказать о том, что причастие не работает в тот момент, когда в моей жизни остается сознательный грех. Более того, причастие становится мне судьей, потому что апостол Павел чуть-чуть ниже пишет, поэтому среди вас много больных, и некоторые даже умирают. И он говорит про причастие, потому что во грехе пришел с надеждой на то, что вот сейчас я приму причастие, очищусь и пойду грешить дальше. Абсолютная сатанинская ложь. Что такое активное причастие? Вы знаете, причастие должно меня, Евхаристия должна меня побуждать. Я делаю это в воспоминания о том, что сделал для меня Христос. Он умер, чтобы я не грешил. Слышите меня? Он умер святой непорочной Агни, чтобы меня осветить. Слово Божье говорит, будьте святы, ибо я свят. И без святости никто не увидит Господа. Слово Божье так говорит. И все остальное, все то, что вот на самом деле, ну, может быть, вот так как-нибудь вот я обойду, да, вот, ну, просто, ну, я же причастился, да, ну, наверное, там что-то можно. Не можно. Не можно. Иисус Христос говорит, если ты делаешь грех, ты раб греха. Ты больше не мой раб. И чуть-чуть ниже мы сейчас прочитаем это место. Давайте мы сейчас откроем Евангелие от Иоанна, шестая глава, шестьдесят третьего стиха. И прочитаем, что пишет апостол Иоанн. Только один стих. Дух животворит, плод не пользует немало. Дух, Божий Дух, Святой Дух, Дух Господень, Он дает жизнь, Он животворит. Плоть, она от этого не пользует немало. То есть, вот, весь тот видимый мир, который мы сегодняшний день видим, да, даже наша плоть, это хромина, да, как апостол Петр говорил, хромина, такая ветхая. Ну, придет время, она умрет, да, куда-то уйдет, короче, там, закопает нас, она истлеет, или там, ну, все что угодно. Мы унаследуем новые тела, преобразованные, которые уже не подлежат тлению. Так говорит Писание, Священное Писание. Поэтому, все то, что мы видим, то, что, ну, на самом деле, видим хлеб, видим вино, да, которое для нас, для евангельских христиан, верующих, является лишь прообразом тела Господне, вино является прообразом крови Христовой, которое напоминает о том, что Иисус Христос реально пролил свою кровь и реально подставил свое тело за нас. Слова, которые говорю я вам, это слова Иисуса Христа, слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. Не хлеб нам дает жизнь, не вино нам дает жизнь. Когда мы были еще в старой церкви с Натальей, нас там очень хорошо научили, наставили, что Слово Божье говорит о двух потоках, что тело Господне, хлеб и вино являются лишь прообразами вот этих двух потоков, прообразом Слова Божьего и прообразом Святого Духа. Слово и Дух Святой. Вот эти составляющие, которые истинно дают жизнь, притом дают жизнь вечную, мы через это только причащаемся к этому, к тому, чтобы нам реально питаться духовным хлебом, который сходит с небес, духовным откровением, читать Божье Слово. И вот представьте себе, что кто-то постоянно регулярно причащается, но Слова Божьего не знает, не читает, не молится и даже не думает, конечно, исполнять Слово Божье. Спасется ли такой человек? Поможет ли ему эта трапеза Господня? Она для него даже опасна. Она может привести вот только к болезням и в конечном итоге, опять же, придут суды Господни. Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, говорит Иисус Христос, суть дух и жизнь. Слова Иисуса Христа дают жизнь, дают саму сущность, духа. Его слова всегда помазаны Духом Святым. Сам Иисус Христос есть Слово. Кто? В книге Откровенно написано имя Ему, Слово Божие. Сам Иисус Христос, Он говорит, ешьте плоть мою, то есть ешьте Слово Мое, ешьте Слово Господь. Пейте, да, из моих чресел потекут. Это прообраз Духа Святого, который и на сегодняшний день, и по сей день льется из его чресел. Он сегодня проливается, обильно также на нашей жизни. Еще одно, следующее место. Также Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 51 стиха. Только один 51 стих. Я уже заканчиваю. Истина, истина говорю вам. Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Вот она, активная Евхаристия. Слышите меня? Пассивная Евхаристия говорит о том, что достаточно мне только причащиться, выпить вина, и все. Чики, 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 пуки, не знаю, как там говорят. Но активная Евхаристия говорит о том, что если ты скушаешь Слова Божие, если ты принимаешь Слово от Иисуса Христа, и потом, что ты не слушатель забывчивый, который вышел и забыл, а ты блажен в исполнении Своем, ты берешь, идешь и исполняешь Слово Иисуса Христа, то ты блажен. И ты уже не увидишь смерти, ты уже унаследовал. В этот момент, когда ты исполняешь Слово Божие, ты блажен, то есть ты благословен. Аминь или аминь? Это активная Евхаристия, активная Евхаристия, которая истинно дает жизнь в тот момент, когда я исполняю, исполняя заповеди Господни. И еще одно, последнее место, это то место, которое я обещал, что звучат слова Иисуса Христа в этом месте, где Он говорит, что вы называете Меня Господи, Господи, и не делаете того, что Я вам говорю. В этом нет никакого смысла. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стиха. Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делайте того, что Я говорю. Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, даже поколебать не смогла, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрешение дома сего было великое. Аминь. Иисус Христос нам обещает о том, что если я после того, как услышал слова Божьи, как прочитал их в Священном Писании, иду я это и исполняю, я подобен человеку, который построил дом, вот наша церковь называется на скале, очень хорошее название, мы стараемся строить, мы провозглашаем, что наша церковь, это церковь не человека, это церковь Иисуса Христа, мы строим наше общение на едином основании, которое уже заложено, это общение, развитие близких взаимоотношений с нашим Господом Иисусом Христом, это самое прочное основание, скажи аминь. И это, знаете, активная евхаристия как раз таки заключается в том, что я не говорю сегодня против причастия, это для нас святое. после того, как я проникся вот этой мыслью о том, что сегодня я был в церкви, я вкусил от тела Господня, я испил от Его крови, это обновило меня. Его смерть сегодня действует для умершления силы греха во мне, Его сила воскресения действует во мне, чтобы воскресить меня к вечной жизни, и теперь я выхожу после церкви исполненной, обновленной, наполненной Святой Благодати в силе Святого Духа, чтобы вершить Его Божьи дела, делать то, что Он делал, потому что это правда. Иисус Христос говорит, то, что я делал, и вы будете делать, и даже более того, слышите меня, нам в это надо искренне верить, о том, что если Иисус, вы знаете, если вы только представите, вот сегодня я слушал, спасибо брату Эдуарду, за этот ролик, который я посмотрел сегодня утром, о том, что надвигается одни такие аналитики, политические аналитики, что в 2021 году надвигается глобальный кризис, и выход заключается в том, чтобы между людьми просто выстроились какие-то более теплые взаимоотношения, ну просто вот как-то теплее надо, как-то подружелюбнее. Вот если вы только просто представите, что если все люди на земле просто поверили в заповедь Иисуса Христа, начали исполнять Нагорную проповедь, я хочу сказать, что в этот же момент, если бы все начали не слушать просто, а исполнять, войны бы на этой земле прекратились бы. Царство Божие, оно бы просто сошло на эту землю, и все прекратилось бы, просто настал бы рай на земле. Скажи Аминь. Это так, это так, но люди, люди не хотят, не то, что Бог не хочет, люди не хотят, люди, эго большое, да, ну просто вот, ну, плоть требует того, того, о том, что территориально, вот мы завоюем там и так далее, что-то доказать, что-то показать, свою силу, свою мощь, и это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Библия называет это так. К чему должна побуждать нас активная Евхаристия? Активная Евхаристия, знаете, просто, ну это вот тема моей жизни, вот, ну, последнее время я этим живу, о том, что вот, как было бы здорово просто вот проникнуться Словом Божьим, Духом Святым, просто двигаться в Духе, двигаться в помазании и исполнять просто то, что Господь для нас предназначил. И самое высшее, это, конечно же, возлюби даже врага своего. Любите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас, благотворите всячески тем, кто гонит вас и всячески злословит за имя Иисуса Христа. Иисус Христос говорил, меня ненавидели и вас будут ненавидеть, меня гнали и вас также будут знать. Поэтому сегодня вот все вот эти нападки мы будем воспринимать как комплимент, да, то, что нас называют там сектантами или там просто еретиками и так далее и тому подобное. Ну, для меня на сегодняшний день это значит, мы на верном пути. Значит, все хорошо. Потому что Иисуса Христа также гнали. Первых учеников Иисуса Христа называли представителями ереси, назарейской, они тоже, представления фарисеев, они были еретиками. Иисус Христос был богохульником в представлении фарисеев, потому что он выдавал себя за Бога. Поэтому давайте мы проникнемся вот этой мыслью о том, что сегодня мы приходим к причастию. Я хотел бы попросить брата Александра мне помочь. сегодня давайте субтитры создавал DimaTorzok.